Дело в том, что у нас появились интересные инсайды, сливы, яблоки, груши, предположения касательно того, что Apple готовит свою новую игровую консоль. Сейчас идет просто тест этого рынка. Они же сами там недавно заявляли, что iPhone станет лучшей игровой консолью. Если так разобраться, то реально же, что Apple просто так для теста игрового рынка на iPhone и iPad с процессором M1 стали релизить игры, чтобы посмотреть. А как этот рынок процветает и что с ним вообще происходит? Но то, что будет дальше, это просто приведет вас в настоящий шок. Дело в том, что рядовому пользователю может показаться, что вот Apple просто занимаются какой-то ерундой, когда они выпустили на iPhone 15 Resident Evil Village. Я тоже так думал, пока не углубился в эту тему и не провел несколько линий соприкосновений. Конечно, кто-то может сказать, что графика на iPhone далека от того, что мы можем получить на кампе. Но графические возможности – это все важно. Apple просто взяли и протестировали мобильный рынок, где они просто посмотрели на покупательную способность. Есть ли как бы спрос, и причем iPhone и iPad на M1 запускает резидента нативно? То есть не через облако получается, что мощности в кавычках ему предостаточно, чтобы выводить проекты 2021 года с небольшой оптимизацией. И к чему все это ведет? К тому, что на iPhone и iPad с M1 стоит ждать еще произведений для того, чтобы убедиться как можно больше. А стоит ли влатить на этот игровой рынок? И что у нас вообще доступно пока что по произведениям? Это Village – потрясающая часть резика, которая удивляет меня тем, что можно в нее поиграть на телефоне. Также ремейк четвертой части. И когда увидел это, просто оболтел, чтобы ремейк четвертого резидента выпустили для iPhone. А мощь какая-то, и как я уже сказал, это все не просто так. Ну и Death Tracing, который лично я считаю далеко не самым лучшим произведением. Но он хотя бы здесь присутствует, и нужен нам чисто для понимания. И как практика показывают, люди же в восторге от всего, что происходит с iPhone 15 Pro сейчас. Они играют, покупают произведения, потому что они стоят по 30 баксов, вроде что как бы выгодно. Но здесь есть один прикол, который заключается в том, что данные игры на самом iPhone, это просто ужас. В них играть нужно быть настоящим безумцем, поэтому воспринимайте такой прикол на iPhone исключительно как бонусная глава. И вы можете поиграть и в Резидента, и во все остальные две игры, которые вышли на данный момент. Но какой от этого смысл? Еще прикол в том, что нам обещали Ассасина, но если он выйдет, вообще существует такая вероятность, что это будет последняя игра для iPhone 15 Pro. Потому что другие компании с подобными предложениями не подтягиваются. Если так прикинуть, что вы мега активный геймер, то эти три произведения вы уже прошли, и что как бы тут ловить. Поэтому не стоит воспринимать iPhone 15 Pro как игровую консоль, на которой вы можете поиграть. Потому что это бессмысленно. Сколько он стоит? Больше косаря баксов, а получаете гейм к ужасному уровню, что по ощущениям на PlayStation 3 пытаются завести все эти игры. И все, что вы можете получить в буквальном смысле, это 20 кадров с просадками, игру исключительно через контроллер. Ибо рубиться на сенсорном экране это невозможно в настолько мощной и относительно новой игры. Вы не сможете это сделать нормальным образом. Поэтому, как я уже сказал, ну это чисто тест посмотреть как оно. В целом попробовать сотрудничество с игровыми компаниями, чтобы они начали привыкать к тому, что им в будущем придется делать порты на консоль от Apple. И еще один главный минус игры на iPhone это, конечно же, ужасная графика, низкое разрешение, которое еще и через собственный DLSS прогоняется. Что в конечном итоге превращает твою игру в настоящее страдание. Ну и кто будет вот серьезно это проходить? От этого и появляется мысль собственной игровой системы. Им в целом просто достаточно поставить консоль с процессором M.2, накатить туда охлаждение и продавать новую консоль за 200 баксов. Причем дороже чем 200 в этом случае ставить нельзя, ибо они по конкуренции полностью не вывезут, где за 300 сотни у нас сразу же выладит Xbox Series S, который уничтожает новую консоль от Apple. А про бюджет еще больше здесь бессмысленно говорить. Ибо у Apple нет ничего кроме стоимости в этот раз, из-за чего бы люди хотели рассмотреть именно их устройство. Если такой вот прикол выйдет, то в покупке игр в будущем для Apple консольного плана вам поможет Xbox Store и PS Store Турция. Ребята покупают игры для всех платформ, множество отзывов. И пока консолька от Apple еще не вышла, можете присмотреться к произведениям, либо для Xbox или PlayStation. Но на крайняк игры в Steam вам могут приобрести. Ссылку оставлю в описании. Если мы всерьез говорим о новой консоли от Apple, то сейчас всех инсайдеров и людей, которые так думают, я буду максимально огорчать, либо наоборот радовать. Короче, единственный сценарий, при котором игровая система может быть и нужна будет геймерам, и то я в этом максимально не уверен, потому что у нас столько всего на рынке есть. И ну кто думал о том, что Apple сюда влезет. Короче, она должна стоить 200 баксов, запускать игры с 8-го поколения, часть 9-го. То есть такой новый Switch, грубо говоря. И только в таком случае у Apple есть право на существование. Потому что она может заманить вас с ценником, который, ну, обычный, дешевый. А второе, это сейчас пойдут плюсы. Если к iPhone вы можете подрубить любой пат, то в целом контроллер для новой консоли ему вообще не нужен. Подключаете себе от Xbox или PlayStation и играете спокойно. И не воспринимаете новое игровое устройство от Apple как реальная консоль. Скорее это будет как Apple TV, но только с какой-нибудь приставкой Pro. Где теперь новый проц, крутые произведения и еще один плюс кроется в подписке Apple Arcade. Если говорить грубо, то перед нами тот же самый геймпас, который есть на Xbox. Сборник игр, но что интересного вообще есть в этой аркаде. Уверен, что многие не в курсе, что подобный прикол существует от Apple. В аркаде вы можете найти как чистый, эксклюзивный контент, выпущенный для всех устройств от Apple, так и игры, которые, допустим, выходили там себе на PS4 какую-нибудь. Из интересного, ну, можно выделить Rayman Mini. В целом, это отличный платформер-игруля, которая, ну, конечно же, не сможет соперничать с любым эксклюзивом на PlayStation или Xbox. Это чисто своя такая мини-тема, как и мини-Rayman, но интересно, что, оказывается, вот эксклюзивы были и есть на iPhone, это прикольно. И, ну, это подписка, чисто аналог на геймпас, который, как минимум, будет любопытен для игроков. И сейчас же покупают все, что угодно, и у Apple, оказывается, все это время был эксклюзивный ответ на главный экс от большой N, Oceanhorn 2. Ничего вам не напоминает, если я скажу, что перед нами чисто Zelda. Что в таком случае вы ответите? Да, произведение полный, ноу-нейм, в который, если честно, я не знаю, кто из вас играл. Я вот впервые все это дело для себя открываю. Если честно, ну, мне прикольно на это посмотреть. Купил бы я консольку от них, за 200 баксов в целом можно было чисто на посмотреть. Потому что я уверен, что Rayman, что вот это вот Peri, Nether Zelda, как минимум, неплохие игры. А подписка, если прайс на нее не подняли, то всего за 200 рублей в месяц, по крайней мере, так было. И при единственном раскладе Apple не загнется, если вы летите на этот консольный рынок, сами себе просто это представьте, за 200 баксов. У вас будет игровая система, которая имеет собственный подписочный сервис сотни игр, в которые вы никогда не играли. Также на эту консольку активно портируются и игры, условно там Red Dead Redemption 2. Вы можете к ней подрубить любой контроллер и цена вопроса 200 баксов. В целом можно рассмотреть, найти свои плюсы и посмотреть, что это такое. Но это единственный расклад, при котором девайс от Apple будет иметь смысл. И вот в такой выход я в целом верю, ведь все, что нужно Apple, это просто релизнуть Apple TV 2 на M2 и все. Никаких контроллеров, собственных эксклюзивных игр. Это все уже присутствует, им ни в коем случае не стоит лезть и тягаться с PlayStation 5, с Xbox, Потому что в этом поле они вообще ничего не вывезут. А как дешевая консолька, вполне себе будет иметь право на существование. Но вы сами думаете, вам такой прикол от Apple нужен или не нужен. Потому что вроде бы консоль, но в тот же момент и нет. Короче, интересная штука с очень дешевым аркадным сервисом. Я думаю, в конечном итоге должно получиться хорошо. Да и если на ней запустят какого-нибудь киберпанка, так сразу все станет ясно, зачем нужно бежать. Если такое и будет, то игровая система от Apple ни в коем случае не будет являться конкурентом пятой плойки, Xbox и даже Nintendo. Это чисто такой девайс, на котором собраны некоторые популярные игры, Также имеются эксклюзивчики легкие и подписка Arcade. До чего это может перерасти в будущем, никому неизвестно. Но это единственное развитие, которое можно рассмотреть. Все. В других случаях, что-то на игровом уровне от Apple вообще никому не нужно. Консоль за 2000 баксов, которая не будет дотягивать до PS5, это чушь. И поэтому я могу рассмотреть здесь один единственный вариант, который более-менее адекватный. Все остальное я даже слушать не хочу. Если кто не в курсе, то у Apple был же опыт с игровыми консолями. Они выпускали PeePin, который ну просто жесть. И в целом благодаря этой сомнительной машине можно сделать вывод касательно того, что в целом могут представлять о себе новое устройство этой компании. Потому что PeePin это не чисто консоль и не чисто ПК. Это что-то среднее между компьютером и игровой системой. И с одной стороны мы можем мониторить здесь интернет и входить в сеть. А вот с другой нам также доступны здесь и игры. И зачем я вообще вспоминаю то, что было в 90-е годы? Исключительно для того, чтобы вы сейчас сами нашли связь с тем, что было раньше и с тем, что имеется сейчас на айфоне. Посмотрите, как работают здесь игры. Это же просто ужасный кринж, который к тому же приходился конкурентам какой консоли? Первый PlayStation, если кто из вас не в курсе. И просто сами посудите. Сейчас же с этим айфоном ну точно такая же ситуация, где Resident Worked в 10 кадров. Сейчас бы вообще подобным заниматься и хоть как-то гордиться этим. Зачем? Короче, эпоха Apple в продвижении мобильного гейминга в этот раз, я считаю, провалилась. И не потому, что люди не покупают у вас игры, а потому, что делать этого смысла никакого нет. Ибо вы получаете ужаснейшее произведение, которое тормозит. И к тому же трубка у тебя греется. Поэтому мы дружно ждем Apple TV 2 Pro Ultra Max, который покажет, что такое консольная эпоха у Apple. Но как вы сами понимаете, с играми на яблочных устройствах всегда были проблемы. Ну а вы напишите, верите ли вы в то, что новую консоль от Apple стоит ждать. Не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram. До новых видео и встреч.